Ребяточки, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале, вы на канале с холистическим психологом, а значит здесь про здоровье, физическое и психологическое. Сегодня с вами говорим про мелатонин, главный антиоксидант, без которого вообще очень-очень сложно справляться с различными историями. Самый важный антиоксидант это мелатонин, а не глутатион, как о нем рассказывают. И три основные причины смерти это болезни сердца, рак, нарушение обмена веществ. И все это происходит часто даже когда есть низкий, что правильно, мелатонин. Каждая из этих причин связана с разрушением митохондрии на фоне избыточного окислительного стресса и повреждения свободными радикалами. В норме организм защищается от факторов с помощью антиоксидантных сетей. И глутатион считается самым важным антиоксидантом. Но мелатонин еще мощнее. Соответственно люди, которые не спят, они мучаются различными состояниями. В норме организм защищается от свободных радикалов при помощи различных антиоксидантов. Но если вы недостаточно спите, то соответственно вы можете быть в панических атаках, в стрессах, в тревогах, в панике, в апатии и других негативных состояниях. Преимущество мелатонина в том, что это мощный антиоксидант, в два раза эффективнее витамина Е, активирует другие антиоксиданты, например глутатион, улучшает сон, поддерживает иммунную систему и обладает противораковым свойством. Соответственно существуют две формы мелатонина, циркулирующие внутри, то есть внутри клеток, находящихся в митохондриях и внутриклеточные, которые помогают защитить митохондрии от повреждения. Нехватка мелатонина, что это? Это постоянные воспаления, потери антиоксидантов, хронические дегенеративные заболевания. И самое страшное, это постоянная тревога. И что может простимулировать мелатонин? Это солнце, друзья. Если вы бываете на солнце и достаточно часто на нем находитесь, то круто. Инфракрасная сауна, инфракрасное освещение, лазари, огонь в камине, свечи, костры. Это источники инфракрасного света, которые стимулируют внутриклеточный мелатонин. Но бывать на природе и на солнце так же важно, как и правильно питаться. И инфракрасный свет защищает от ультрафиолетового света. Соответственно, я рекомендую, если у вас проблемы с мелатонином, то хотя бы купить инфракрасную лампу, использовать лампы накаливания. Это все элементарно. Но также я считаю, что если у вас есть такие проблемы, вам необходимо включить антиоксиданты в питание. И смотреть в сторону пребывания чаще на солнце, в парке, в движении, в состоянии релаксации. Соответственно, если вы правильно питаетесь, бываете на солнышке, вы заряжаетесь. И нет у вас проблем таких сильных, как у людей, которые находятся постоянно в гипоксии и в каких-то моментах, не связанных с природой. Поэтому я рекомендую вам почаще бывать на природе и восстанавливаться при помощи движения, состояния и помогать себе, помогать, помогать, помогать. Потому что снижение мелатонина, это еще может быть про усталость надпочечников и про постоянную-постоянную тревогу. Если у вас есть какие-то вопросы по мелатонину, пожалуйста, напишите, я составлю для вас чек-лист, как себя поддержать. Будет вконтакте висеть про мелатонин. Переходите в мой аккаунт, там очень много безоплатной зафиксированной информации. В следующем видео я постараюсь для вас рассказать тему, как научиться высыпаться. Потому что во многих случаях спать очень хочется, но не все себе это могут позволить. Не ввиду работы, а ввиду того, что происходит с организмом. Напишите, пожалуйста, что думаете по этому поводу. И как у вас было с мелатонином, какие у вас были проблемы. И я напоминаю, что если нет мелатонина, будут проблемы с кожей, с другими моментами, даже с раком могут начаться проблемы. Поэтому постарайтесь себе помогать заранее. Продолжение следует...